Итак, всем привет, подписчики и зрители канала! Сегодня поговорим о интернет-магазине ComputerUniverse.net В предыдущем ролике я рассказывал о том, что когда-нибудь выпущу ролик о своеобразных нюансах покупки определенной группы товаров И так этот день настал, именно сегодня я поведаю вам то, что знаю, с чем сталкивался и как сделать так, чтобы вы остались довольны своей покупкой Ну а прежде чем я начну, хочу порекомендовать канал девушки, которая записывает видео на тему, с которой мы с вами сталкиваемся каждый день Этот проект является и моим проектом в том числе, и поэтому я рекламирую его перед каждым видео Так что если хотите поддержать меня, ну оценить по достоинству и объективно тот контент, который делает девушка Переходите по ссылке, которую я оставил в описании к этому видео Ей будет приятно, но от меня, конечно же, огромное человеческое спасибо Теперь переходим к теме, которую я затрону в сегодняшнем ролике Итак, я назову некоторые группы товаров и определенные, ну скажем так, подгруппы, в которых есть нюансы покупки Чтобы вы, собственно, могли ориентироваться и вам было проще делать определенные заказы Первое и самое простое, с чего я начну, это ноутбуки Вы должны понимать, что если вы заказываете ноутбук с Computer Universe, то 99% приходят с немецкой раскладкой Quartz Это не английская раскладка, это не QWERTY, это вместо Y у вас будет, собственно, Z Ну и, само собой, никакой русской гравировки там и не пахнет, как говорится Поэтому, заказывая ноутбук, имейте в виду, что вы должны обладать машинальным рукописным вводом, печатным вводом Но и помните, где находится и какая буква А если вы покупаете ноутбук в подарок, то должны обязательно заказывать лазерную гравировку Нюанс номер два Если вы зайдете в категорию мобильный телефон и выберете, допустим, какой-либо Samsung То увидите, что Samsung просто так там не продают Я имею в виду в том плане, что купить телефон, пользоваться и звонить с него у вас просто так не получится Все дело в том, что Samsung накладывает региональное ограничение Это значит, что в том регионе, в котором был тот телефон привезен для продажи, он и будет работать Если он вывозится из этого региона, то, соответственно, он перестает функционировать нормально Так происходит с любым Samsung, в принципе, на компьютер юниор Заказывая тот же самый Samsung Galaxy S7 в Германии Он предназначается для работы только в Германии, привезя его в Россию Вы просто не сможете с него звонить, и телефон будет требовать определенный код разложки Все это дело решается порядка 700-800 рублей неофициально Но если вы зайдете к официалам, то увидите просто невероятный ценник в 5 или 6 тысяч рублей до того же самого S7 Имейте это в виду, обходные пути есть И, кстати говоря, способ с гузлайном, насколько я понял, уже не так хорошо работает Поэтому, если я с этим столкнусь, то обязательно освещу тему Как же все-таки сейчас, вот именно в нашем с вами 2017 году, именно в середине этого года Решить проблему, если такова есть, избежать и показать вам, как это вообще происходит Нюанс номер 3, это те диски для приставок, которые вы заказываете Заказываете обычные немецкие версии Есть версия от AT-Pegi, она не доставляется у нас в Россию, я уж не знаю, по какой причине Но вы также не можете заказать игры, которые по возрастному рейтингу не проходят для отправки А именно игры с рейтингом 18+, потому что для того, чтобы заказать эти игры Вы должны прийти с паспортом гражданина Германии в офис Computer Universe Только после этого заказ у вас оформят Соответственно, все игры заказываете с рейтингом 16 и 16+, и у вас все в порядке До рейтинга 18 и 18+. Теперь все игры, которые называются Deutsche Version То есть игры, как говорится, немецкое издание Идут на ваши приставки с русифицированным интерфейсом На любой приставке купленной, неважно где Если у вас изначально установлен русский язык и есть русский аккаунт в PS Store на русском языке То есть, что я хочу вам донести Покупая DriveClub в Германии и видя, что DriveClub является немецкой версией И привезя его на территорию Российской Федерации Вы вставляете диск, докачиваются файлы из интернета в районе 15 гигабайт И у вас получается абсолютно русскоязычная версия Такая же, как подается в том же самом видео за 3000 рублей Притом, DriveClub вы покупаете за 1000 рублей, например Это важный момент, никогда не забывайте про него Ну и последнее, о чем я вам сегодня хочу сказать Это сайт нотификации ЕЭК, Единая Евразийская Комиссия Проверяйте обязательно товар, заказываемый там Товар, имея в виду электронику Которая может являться криптографическим либо шифровальным средством Чтобы вот тот номер изделия, который вы заказываете Был в базе данных ЕЭК Чтобы потом не было проблем Когда таможенники решили вскрыть и досмотрели вашу посылку И обнаружили, что внезапно вы заказали версию PlayStation Которая просто не предназначается для продажи и ввоза на территорию Российской Федерации Безусловно, таких товаров осталось очень мало Но вот в бум майнинга я слышал от некоторых пользователей Что некоторые 1080 Ti почему-то не проходят через границу И таможенники все это дело тормозят Я сам, безусловно, с этим не сталкивался Проблем не имел Но, как мне кажется, если есть отзывы, значит есть и прецеденты Поэтому лучше лишний раз перестрахуйтесь Но если вы, конечно же, заказываете какой-то редкий товар При заказе ноутбука Asus либо Dell Можете не париться, как говорится, и заказывать И у вас все пройдет хорошо Заказываете какой-то редкий, необычный товар Допустим, чисто немецкого производства Лучше поинтересуетесь у администрации Задав вопрос на infosobakcomputeruniverse.net И спросив точный номер, либо артикул этого устройства А затем проверив этот номер уже на сайте Единой Евразийской комиссии Также, если вы не делали заказы с Computer Universe Но хотите сделать, можете ввести промокод, который вы сейчас видите на экране Он даст вам скидку в 5 евро И, соответственно, вы получите какую-никакую выгоду А если у вас остались вопросы по этому ролику Либо есть какие-либо предложения Можете оставлять их в комментарии С удовольствием прочту Ну и мы с вами, безусловно, побеседуем Если будет на какие темы поговорить Ставьте лайк, если понравилось видео И до встречи, до следующих роликов Всем пока!